Так, по самым простым, вот прямо сейчас вы можете посмотреть на ваши ноги и увидеть некоторые на коже, например, характерные признаки или, например, по ощущениям, которые вы испытываете в стопах или еще, может быть, по количеству сдержку жидкости. Сейчас я расскажу вам, ребята, по каким визуальным или субъективным ощущениям вы можете диагностировать свою печень по ногам. На ваших ногах написано все, что нужно знать о здоровье вашей печени. И сегодня я постараюсь вас максимально обучить простым инструментам диагностики, при которых вам не потребуется ходить к вашему врачу, вам не потребуется задавать анализы. И вы можете уже сегодня начать действовать в сторону излечения, потому что печень это центральный краеугольный орган, который отвечает за более чем 500 функций. Через вашу печень проходит все, от вашей щитовидки, которая конвертируется именно в печень, до образования гормонов. От производства желчи до, в принципе, более чем 500, как я уже сказал, функций, которые так или иначе полностью на вашу жизнь, качество этой жизни и длительность этой жизни будут влиять. Ребята, пальцем наверх поддерживайте, обязательно подписывайтесь. Мы с вами работаем каждый божий день в прямых эфирах. И сегодня, естественно, не исключение. Наш подкаст выходит как по часам. Каждый день в этом году, как и в прошлом году, как и в следующем году, меня зовут Алексей Ворон, я автор, ведущий дизлог и всем при моем огромном объеме любви к тому, чтобы я делился с вами этими знаниями. Ничего не получится, если вы не подпишетесь, ребята, и будете пропускать информацию мимо. Не пропускайте, ребята. Вся эта информация приходит к вам из нашего курса, который называется ПГ-марафон. Имеет он лицензию Минус на Учерской Республике. Мы работаем уже более 8 лет и стараемся консультировать персонально наших драгоценных участников со всей планеты. И со всего мира приходят люди с разного рода проблемами, с разного рода жалобами, с разного рода состояниями. И я всегда стараюсь максимально индивидуально подходить к лечению. Но вот я сегодня собрал такие, знаете, самые характерные моменты, связанные с связью непосредственно ног и печени. И вы можете уже сейчас, ребята, начинать высматривать на себе следующее. Значит, смотрите, супер распространенная история. Вот такие красные точки на ваших ногах. На ваших ногах, где-то впереди, в передней части, ближе к лодыжкам, вы можете находить красные точки. Это не сыпь, но красные точки, которые, если вы будете расчесывать, вы можете их сорвать. Не путать с, скажем, характерными красными высыпаниями при аллергии. Это точки, которые больше похожи на такой подкожный укус комара, можно так сказать. И это точки, которые говорят о, ребята, плохой циркуляции. Плохая циркуляция, и это, в свою очередь, категорически опасно для вашего здоровья. Не тем, что я хочу, чтобы у вас не было вот этого формата. Ну, вот это вот очень запущенная там история, да, вот в таком ключе. Не то, чтобы я хочу, чтобы у вас там были такие чистые, без красных точек, без подкожных, вот этих, да, таких вот, кровеносных таких очагов. А потому что это говорит о густой, плохо циркулирующей крови. И если вы не займетесь вопросом как можно быстрее разжижения, вы непосредственно в риске инсультов находитесь, ребята. Когда у нас с вами вот эта история на низу ног, она может быть, значит, с разной интенсивностью проявляться. Вот, например, у этой барышни здесь вот такая вот история, да, очень интенсивно. Или изолированные красные очаги такие, и оно не зудит, оно особо там не чешется. Это, ну, если вы ногтями проведете, то вы можете, конечно, разорвать, но нет такого, как аллергия. Разжижаем мы кровь и наполняем мы кровь кислородом и адресуем состояние печени, потому что это категорически важнейшая история. Она может вас уничтожить. Просто инсульт. Сядете на унитаз, будете тужиться, у вас, ты напрягаешься, у тебя давление из-за того, что гемоглобин 145. 145, это в лучшем случае, а то есть 160-170. То есть кровь густая, как кисель, понимаете. При вот этих потугах разрыв сосуда и все. Значит, следующее, ребята. Значит, капилляры на ногах. Ой, какая распространенная история. Капилляры, вот эти вот паучьи венки, их там также называют. Впоследствии эти паучьи венки превращаются в ваш варикоз. Значит, варикоз этот может быть разных стадий. И самое частое, что мы с вами видим при лечении этих варикозов. Самое частое, что мы видим, когда девушка приходит на диагностику. Компрессионные чулки или в зависимости от стадии. Мы также можем назначить на операцию. И у нас есть вот эти стадии, когда совсем все ужасающе происходит. И тогда назначается операция по удалению варикозных вен. Так как они уже не подлежат восстановлению. У вас есть несколько стадий. Смотрите, с первой по шестую. И естественно, вам заблескать нельзя, потому что это будет угрожать жизни. Все, что на шестой, пятой стадии, это категорически опасно. И понять варикоз можно не то, что было у мамы, было у бабушки и вот у меня, потому что у меня там генетика или наследственность. Чепуха. Понять варикоз, ребята, можно через одну очень простую вещь. Это комбинация нескольких событий. Смотрите. Когда-то я делал вам ролик и рассказывал о непосредственной связи варикоза с эстрадиолом. После этого я делал вам ролик и рассказывал о непосредственной связи варикоза. И вот как только что я затронул тему композиции крови. И сейчас мы с вами подводим к состоянию печени. Представьте себе такую ситуацию. Вот я вам сейчас расскажу, как оно есть в вашем организме. Как оно происходит в вашем теле. Просто чтобы вы сами связали несколько точек и поняли, что варикоз это комбинация событий, которые вы сами, так сказать, стимулируете. Значит, смотрите. Вен-но-з-на-я-кровь. Пишите в гугл. Венозная кровь. Значит, если вы... Да. Вот смотрите. Чем отличается для вас водная венозная кровь от артериальной? Артериальная система от сердца. По венозной притекает к сердцу. Большой и малый круг кровообращения. Большой круг включает в себя аорту. Значит, дуга аорты и бла-бла-бла. Значит, и малая там с мозгом. Самое важное, что вы должны понять, что венозная кровь, это кровь, которая возвращается обратно в систему. После того, как она отдала кислород вашим клеткам. И как вы думаете, что стоит на пути вашей крови, когда она возвращается обратно и отработала? Она возвращается в самый большой объем крови, возвращается откуда? Из ног поднимается наверх, обратно вернуться к сердцу, прокачать, быть обогащенной кислородом и дальше вернуться обратно в систему. Но на пути вашей крови, пока она возвращается обратно, поднимается с ног наверх, стоит печень. Вспомните, пожалуйста, вот это вот, да? Болит в Баку во время бега. У кого это была история? В школе вы, может быть, помните? Или сейчас кто-то из вас пробовал? Болит в Баку. Почему часто болит в правом Баку? Все они держатся за правый бок. Ребята, почему? Это происходит. Почему вот здесь ты, когда начинаешь бежать, и у тебя вот это ой-яюшки, ой-яюшки, вот здесь у тебя болит, когда ты начинаешь действовать активно? Потому что вот здесь отдает печень твоя. Вот этот ведь ареал. Ты начинаешь активно бежать, действовать, у тебя циркуляция стимулируется. И представьте себе ситуацию. Циркуляция стимулируется, венозная кровь должна вернуться обратно, после того, как она отработала с ног, поднимается наверх. Через печень это все должно мероприятие пройти, а ваша печень не справляется. Поэтому у вас боль очень сильная в Баку, потому что большой объем печени не может такой обеспечить очистки крови. И вот здесь самое важное с варикозом, что вы должны понять, что представьте себе, перманентно, каждый день, изо дня в день, ваша печень, которая не выполняет свою функцию на 100% в плане кровопропускающую функцию, она работает как забитый фильтр. Или представьте себе, сосать через трубочку. Представьте себе ситуацию, в которой вы пытаетесь сосать через трубочку, а вот здесь у вас вот так вот берут и пережимают. Вот в какой-то момент я беру его так вот и пережимаю. Вы пытаетесь сосать через трубочку, а я пережимаю. Что происходит, когда вы, да, ты пытаешься, да, ты давление больше, чтобы шла жидкость, а оно, значит, не идет. Тебе приходится прикладывать сильное, да, давление, точнее, создавать зону пониженного давления во рту, чтобы жидкость шла через трубочку. Вот точно то же самое с вашей печенью происходит, когда она не выполняет свою функцию. И она у нас с вами в большинстве случаев, все, кого вы видите с варикозом или вы видите его у себя, вы можете быть уверены, что у нас с вами та или иная степень не самой лучшей работы печени. Вот если она кристально чистая, здоровая, очень, да, замечательная печеночка ваша, весит кило, кило сто, дальше она приближается вот в такую ситуацию. Жировая печень, она постепенно теряет свою функцию, увеличивается до трех раз в размерах. И вот через такую печень, естественно, кровь в должном объеме проходить не будет, она не будет справляться с этой функцией. Создается давление. Это давление перманентное, постоянное, 24 на 7 в вашей венозной системе вызывает разрушение вен. Если вы это все мероприятие еще сложите со следующим, смотрите, в этой ситуации обычно у нас густая кровь, мы мало пьем, у нас не в самом лучшем состоянии печень, у нас не усваивается витамин С. Почему не усваивается витамин С? Потому что у вас есть глютен, а С для чего важен? Категорически С важен для эластичности сосудов, вен, артерий, капилляров. Без С у вас будут, сейчас мы с вами затронем дальше, вот эти паучьи вены и прочая вся история. Гематомы появляющиеся, почем зря. Получается такая история. У тебя варикоз из-за вот ряда этих событий. Естественно, у вас есть еще и лишний вес, который не всегда, но 75% случаев приводит к эстрогеновой доминации. Эстрогеновая доминация еще быстрее ускоряет атрофию. А вам советуют, блин, компрессионные чулки. Вы понимаете, ну как вообще в здравом уме и рассудке? Вообще как? В здравом уме и рассудке можно нам с вами пытаться решать ситуацию с варикозом, когда у нас только совет идет. Давайте компрессионку наденем, давайте сделаем массаж, давайте сделаем, когда у вас печень, композиция крови, эстрогеновая доминация, и когда у вас кровь густая, как кисель. Это не лечится в таком ключе. Это комплексный вопрос, который нужно решать комплексно. И дальше мы переходим с вами от варикоза на трескающиеся, смотрите, пятки. Трескающиеся пятки, они бывают разных форматов, до глубины очень сильно там трескается, очень прям, да, или просто шершавая такая грубая вся эта история. О чем это говорит о вашей печени, когда у вас вот эти вот, ну вот эта вот кожа такая, и тут даже есть у нас, смотрите, какая-то, почему трескаются пятки, и дальше там такой вопрос. И что в основном мы видим, давайте чисто ради интереса откроем вот эту статью, почему трескаются пятки. Значит, частая проблема у мужчин и женщин, болезненная, дискомфортная. Значит, почему, а ну давайте сейчас посмотрим рядовую статью. При ношении открытой обуви ступни на себе накапливают за целый день грязь-пыль. Значит, открытая кожа ног, в сухой коже активность клетки, что, а что они продают, я не могу понять, что они продают, что они нам так активно эту, эту открытую историю. А, ну вот, собственно, да, понятно. Натуральный лапемиолирный крем. Херка. Ребята, вот это, понимаете, вам все время кто-то что-то напарить хочет, у вас трескаются пятки, сейчас крем, сейчас крем, смотрите, все фигня. Значит, если у вас трескаются кожа на пятках, это комплексный, опять же, процесс, который спускается вниз по цепочке дефицита жирорастворимых витаминов, во главе которых стоит витамин А и витамин Д3. Вы их не усваиваете, потому что что? У вас вот такая печень. А эта печень, жировая гипотоза, значит, что она не доделывает? Она не дает нам с вами. Как мы усваиваем эти жирорастворимые витамины? Желчный пузырь. Желч вырабатывается вашей, я надеюсь, здоровой печенью. Концентрируется вот здесь, в желчном пузыре. И дальше, после того, как вы съели продукты, да, с витамином Д, все это мероприятие очень удачно секретирует вот тонкий кишечник вместе с энзимами поджелудочной. Но большая часть из нас едят как свинка Пепа, понимаете? И у нас с вами печень гипотозная, жировая, у нас переизбыток желчи и постоянно желчный рефлюкс, и у нас поджелудочная воспалена. И мы не имеем концентрации энзимов желчи и поджелудочной. И вместе с этим, естественно, там и алкоголь, и помойка всякая разная, которая блокирует работу биосомокишечника, вы не можете усвоить жирорастворимые витамины. Д3 и витамин А. Это основные. У вас есть фэт, значит, soluble vitamins. У вас их, ребята, смотрите, А витамин, Д витамин, о которых речь идет, Е категорически важен для сердца, К точно так же важен для сердца, потому что без него кровь превращается в кисель. И вот смотрите, какая штука. У вас пятки и вот эти вот трескающиеся, дичайшие натоптыши до крови, и кровь, господи, кожа теряет эластичность не потому, что вы ходите, блин, в открытой обуви или еще какая-то история. Кожа ваша теряет эластичность и начинает трескаться, как высохшая просто на солнце, да, вот какая-то там, ну вот кожа на изделии, если ты оставишь на солнце, оно теряет любую эластичность, любую влагу, любую в себе возможность менять форму. Кожа высыхает, высыхает напрочь и трескается, представьте, да, вот высохшая такая поверхность озера под палящим пустынным солнцем. Вот эти трещины, да, оно теряет эластичность, высыхает, сокращается, и вот это вот ваша кожа, которая должна иметь жирорастворимые витамины Д и А, которые позволяют нам сохранять эластичность этой кожи, чтобы не было трещин. А получается, и она будет не то, на пятках это самое, ну, грустное, потому что у вас вес приходится на пятку, и кожа должна быть эластичной, то есть она должна сократиться, сжаться, сократиться, сжаться. И когда нет этих жирорастворимых витаминов из-за того, что печень не совсем замечательно работает, печень, господи, пятка, это первое место, где оно трескается, потому что эластичность теряется. Дальше, вслед за этим, у нас с вами идет сухая и грубая кожа рук, естественно, начинает теряться. Вот это суперчастая история, там, на, значит, ну, там, кремами мы, если намажете, оно на какой-то момент вам отпустит, потому что оно местно там гидрирует. Но и сухая кожа рук, почему так часто зимой, например, да, там, зимой у меня пересыхает, не потому что это зима, и не потому что это мороз, а потому что зимой меньше витамина D, так как солнце еще меньше. И у вас и так бесконечный дефицит D, и так он усугубляется, потому что солнца нет, и у вас D меньше. Поэтому принимайте D, вот сегодня у нас там, да, вот день, когда выходит это видео, первое сентября, день знаний, ребята, да, первое сентября, все прекрасно, все круто. И вот у нас начинают, да, активно уменьшаться дни, у нас начинает активно сокращаться вот этот дневной, световой, и в ноябре будет полная задница, простите, пожалуйста, темно, постоянно. И вы, если войдете в ноябрь с дефицитом D, вам его месяц потом восстанавливать. Вот начинайте за, еще вот сейчас начало у нас осени, да, или опять же, если вы насмотрите через полгода или через год, и летом, и весной, хотя бы раз в неделю по 6 тысяч. Осенью 2 раза в неделю, если вы никогда не сдавали D-витамин, или если у вас сухая кожа, ну, если сухая кожа по 8 тысяч, ну, 30 дней через день. Если у вас умеренно сухая кожа, то осенью и зимой 2-3 раза в неделю по 6 тысяч юнитов берите, это обязательно важно. И вместе с ним всегда А-витамин в объеме 10 тысяч, это минимальные значения, которые вам нужны для того, чтобы кожа была в хорошем состоянии. Если у вас нет этих дефицитов, или если вы пропили месяц этот D3 и А-витамин, вы дальше берете, опять же, если у вас есть доступ к вот такому замечательному абсолютно жиру печени трески, о котором я говорю с вами регулярно. Жир печени трески, жидкие лучше всего брать. Вот такие там бутылочки, да, у вас будут. И вот чем он хорош? Тем, что он в самом натуральном, в самом исконном, чистом виде дает вам, смотрите, витамин А и витамин D3, и дает вам омегу. И они защищают вашу кожу, и помимо всего прочего, еще три дюжины разных очень приятных и важных событий, которые в вашем организме они будут вам реализовывать. Но дикие дефициты А и D витамина, если вы начнете брать жир печени трески, вы не сможете закрыть, потому что в них, ну, не так их много. Но если вы пропили уже там 8000 D, 10000 A, там, месяцок через день, или хотя бы понедельник, среда, пятница, то дальше его можно брать для поддержания нормы. И у вас будет эластичная, прекрасная, замечательная кожа, и будет все шикарно, будет все замечательно. Пальцами наверх, пожалуйста, поддержите, и обязательно поддержите подпиской, ребята. Все, кто о своем здоровье заботится, присоединяйтесь к нашим рядам, где каждый день мы трудимся и инвестируем. Значит, трескающиеся мы с вами обсудили моменты. И теперь переходим на потрясающее дело. Жгет ступни, жгет и ощущение прилива, жары, вот ступня или ближе к пальцам, когда, ну, просто печет. Вот такое ощущение. Это происходит, когда печет. Два важных события. Первое событие. Это, и так же вы будете, скорее всего, чувствовать вместе с этим синдром беспокойных ног, когда выкручивает прям наизнанку. Ты ложишься вечером спать, особенно, когда ты ложишься отдыхать. Особенно, когда ложишься отдыхать. И ощущение, как будто раскаленного свинца накачали в вены просто. Вот ты лежишь, и у тебя ноги крутят. Вот это ощущение. Ступня жжет, в принципе, в течение дня. И крутит, вертит вот ноги. Вот ощущение такое беспокойное. Почему и называется синдром беспокойных ног. На английском Restless Leg Syndrome. Значит, Restless Leg Syndrome. Это происходит, и это у вас раннее. Видите, смотрите. Синдром беспокойных ног. Значит, смотрите. Зуд чешется. Жжение. Значит, ощущение хочется постоянно. Всячески поменять позу. Всячески тебе некомфортно. Ты лежишь налево, направо, вбок, во все стороны. Происходит это. И здесь вы должны максимально внимательно этот вопрос взять под контроль. Потому что это непосредственно спасет вам жизнь. Это говорит о том, что после приема пищи... Смотрите, вы поели, у вас идет всплеск глюкозы после еды. И вслед за ним всплеск инсулина. Поели, всплеск глюкозы. Чаще всего вот этот огромный прием пищи... Не то чтобы... Не нужно есть за час до сна. Не это проблема. Я ем всегда достаточно поздно. Количество углеводов, которые вы потребляете. Когда у вас сильный всплеск углеводистый, и за ним всплеск инсулина, и вы ложитесь отдыхать, то вот этот объем инсулина, который выполняет транспортную функцию в вашем организме... Очень важно, ребята. Транспортную функцию в вашем организме энергии, связанной вот этой глюкозой, выполняет инсулин. И он связал эту глюкозу, и он должен отправить ее в клетку мышечную. Вот это очень важно, чтобы вы понимали, как это проходит. И мы с вами регулярно говорим о инсулиновых резистентностях, о прочих других вопросах. Но вот здесь ощущения переизбытка инсулина в ваших нижних конечностях будут у вас ассоциироваться с вот этим синдромом беспокойных ног. То, что мы с вами обсуждаем, жжение, не можешь найти себе места, крутишься, вертишься в постели все время. Очень сильный дискомфорт. И это первая стадия, и это ваш такой самый первый звонок, это первая стадия периферического разрушения нервных окончаний и венозных соединений. То есть это ваше начало диабетической стопы. И это только называется стопа. А вообще на английском называется diabetic foot. Это разрушение периферическое. Периферия это в конце, да? То есть у вас ноги, пальцы, ступни, ноги. Переизбыток транспортного гормона инсулина, когда вы ложитесь отдыхать, разрушает периферию и впоследствии у вас развиваются язвы на этом фоне. Смотрите. Язва на ногах. Язва на ноге это начало, это старт. Дальше смотрите. Вот так это разрушается. Выглядит очень неприятно. Очень болезненная история. Не буду вам долго показывать, чтобы не травмировать вас. Сдалека вам показываю. Сдалека. Вот это вот загнивающая уже, разрушающаяся ткань человека, который запустил до безумия. И здесь чистить, может быть, получится спасти конечность. Может быть, нет. Вот эти язвы. Я вам сейчас покажу на мультяшном изображении, чтобы не пугать вас изображениями. Все начинается вот это. Стадия 1. Беспокойная нога, приливы, горячая стопа. И у нас постепенно, понемногу, по чуть-чуть, начинает вот здесь, вот здесь разрушаться периферия нервная и венозная. Дальше это превращается в какую-то небольшую точку или очаг. Со временем этот очаг постоянно мокрый, постоянно воспаление. Дальше это все мероприятие переходит, видите, в какую историю. И у нас с вами значит, глубокая язва, абсцесс и гангрена. И вот эти три последние стадии люди запускают настолько, что просто отваливаются мясо, ну или они умирают. И вы представьте себе, что эта проблема называется диабетическая стопа. И никто из хирургов, которые осматривают, ну понятно, там уже в конце, или там эндокринологов на ранних стадиях, не объясняет, что это заработанная беда переизбытком главного транспортного гормона инсулина. Ну это катастрофа. Ну вы представьте себе, это как нужно, сколько нужно есть, чтобы вот эту вот историю нажрать. Да? Сдалека вам показывают вот эту вот обработанную рану у человека, да? Ну это катастрофа. Это как? Вот вам на обеих ногах у них, понимаете? И по итогу мы на инвалидной коляске или с костырем, или с протезом. Это если повезет. Вот это вот начальная стадия синдром беспокойных ног. Если у вас он есть, срочно меняйте свой рацион. Вам нужно понижать количество инсулина, потому что он рано или поздно уничтожит вам ноги. И вы останетесь инвалидом. Так, дальше. Одно из самых распространенных, и при этом, значит, супер, да, история проблемная. Смотрите. Запах от ног. Сильный запах ног. У нас тут, смотрите, крем какой-то предлагают, пшикалки какие-то, истории. Ребята, вы полностью связываете две истории. Сильный запах ног, и вы связываете грибок. Тоже покажу вам такой, да, мультяшный формат, чтобы не пугать вас с графическими изображениями. Грибок. Значит, смотрите, какая связь грибок и сильный запах. Сильный запах это начальная стадия, которая всегда предшествует образованию грибка. грибок это впоследствии завоеванная территория инвазимной флорой, которая процветает в местах скопления бактерий и в местах секреции, местах, где иммунная система кожная не справляется. Что вы делаете, когда у вас запах ног? Вы берете крем или пшикалку. Что вы делаете, когда грибок? Вы наносите какой-нибудь формат внешнего крема. Но это не лечится так. Каждый из вас, кто мучился когда-нибудь грибком, вы понимаете, что ты намажешь крем от грибка. Самое распространенное. Вот они эти названия, они вам однозначно знакомы, вы их 100% видели. Если у вас есть вопрос, лумизил самый распространенный и в Европе, и в Америке, и в СНГ, так вот приходят люди и говорят, Алексей, я 3 года мажусь, мне не помогает. А с чего оно должно помогать? Когда у нас с вами есть эпицентр нарушения. И эпицентр это биосом, это микрофлора кишечника. Когда нарушена микрофлора кишечника, у вас не будет крепкой иммунной системы, а они связаны. Смотрите, у вас есть несколько отделов иммунитета. У вас есть кровяной, у вас есть кожный, у вас есть кишечный и слизистый. Они все связаны, переплетены между друг другом. и кожный начинает отставать, кожный начинает сбоить, и у вас грибок, но сначала бактериальные колонии, которые запах этот неприятный дают, запах ног, это же не потому, что вам хочется иметь вонючие ноги, это потому, что у вас не самая лучшая история с кишечником, которая не дает тебе иметь крепкую иммунную систему, из-за этого не усваивается С, воспалительные процессы постоянно, патогены по вам гуляют просто эти и грибки, там же вы находитесь в риске молочницы и прочих других прелестей не самых замечательных, но вот этот запах, он тебе говорит, проблемы с усваиванием, воспален кишечник, там обычно синдром раздраженного кишечника, и дальше грибок, и мы продолжаем мазаться и пшикаться от запаха и от грибка, но с кишечником никто ничего не адресует, и естественно у меня есть ролик о кишечнике отдельный, вам нужны при дисбактериозе и пробиотик, и убрать воспалительные, да, все замечательные привычки, которые у вас скорее всего есть, которые уничтожают кишечник, воспалительные замечательные продукты, которые есть у нас там любимое блюдо, колбаса с хлебом, да, ну вот такой пример, я большой любитель колбасы, правильной колбасы, но вот там у меня такой есть пример, девушка, значит, она любитель вот батон, колбаса и сырочек мягкий, в мягком сырочке не блестящий состав, она там повыпивает и такая чуть-чуть полненькая и очень сильный запах ног, и при этом очень сильный запах еще и от полотенца, от тела суммарно, то есть она живет с одногруппницей, и она очень комплексует на предмет того, что она, ну и ноги пахнут, и когда она вытирается, вот в их ванной очень сильный запах стоит от полотенца, суммарно, вот это ваша история с иммунной системой кожной, и получается подмышки, ноги, суммарно все, бактерии, инвазивные паразиты, да, которые на вас торжествуют, они говорят спасибо огромное, как это происходит, обычно это опять больше андрогенов, андрогены очень связаны с инсулином, больше андрогенов, и вот идет секреция, смотрите, hair follicle, значит, вот это вот связка, да, вот ваша структура, да, такая вот наименьшая кожная ячейка, мы ее назовем, у вас скорее всего одна из этих бед есть, смотрите, когда у нас больше андрогенов, то есть больше половых преноминантно мужских гормонов, это может быть как у мужчин, так и у женщин, это не значит, что у мужчины больше половых гормонов, он будет там более сильный, там крепкий, там какие-то там мышцы, нет, наоборот, даже хуже будет, у девушек, соответственно, смотрите, вот это вот наименьшая структурная единица нашей кожи, которую я хочу, чтобы вы понимали, волосяной фолликул, и вы будете жаловаться на выпадение волос, где нужно, то есть выпадает здесь у девушек, и у мужчин, соответственно, начинаются вот эти вот залысины, вот это вот туда уходит, вот эта вся лысина идет вот туда, и у женщин рост, где не нужно, соответственно, здесь, или там на руках еще какая-то история, да, из андрогенов начинает гибнуть волосяной фолликул, который активен, и который очень хочется сохранить, как шевелюру на голове, и активируется волосяной фолликул, где, блин, не нужно, и она бегает по эпиляциям, и дальше мажется шампунем от выпадения волос, не работает, нужно андрогены контролировать, следующее, запах неприятный от полотенца, от ног неприятный запах, впоследствии грибок, вся история, вот здесь, смотрите, называется сальная железа, и вот эта вот сальная железа, она секретирует, естественно, жир, этот жир, он должен защищать нас с вами, этот жир должен защищать нас с вами от патогенной флоры, внешней, инвазивной, и давать дружественной флоре возможность иметь убежище, но вот эта жировая железа, она работает настолько интенсивно, что у тебя питания достаточно и для твоей флоры кожной, и для инвазивной флоры, и у всех достаточно еды, еды и крова, потому что здесь же идет еще и потовая железа, и получается у нас потовая железа, жировая железа, и волосяной фолликул, и все они, волосяной фолликул, черти как работает, выпадает где нужно и растет где не нужно, потовая, секретирует подряд постоянно много, естественно, жидкости, жировая, большущая секреция, и бактерия инармпит, и вот просто посмотрите на количество бактерий, которые у нас с вами подмышками, вот это колонии бактерий, которые подмышками начинают размножаться, или по всему телу, там под грудью, там прочие другие все моменты, колониальное размножение бактерий, и дальше вот, пожалуйста, вот у нас с вами, да, жировая железа, потовая железа, вся история, и они создают вот этот защитный слой такой, для того, чтобы в нем бактерии размножали, недобросовестные специалисты прописывают в этом случае антибиотик, который губит все, и это факт, антибиотик будет губить все абсолютно, но когда вы прекратите его брать, вы разобьете дисбактериоз, я вам могу гарантировать со стопроцентной точностью, что патогенная, более живучая, более цепкая за жизнь флора бактериальная, она вернется к вам быстрее, чем ваша дружественная флора, и дальше дисбактериоз, это катастрофа для твоего здоровья, то есть там, где должна быть дружеская флора кишечника, или кожи, начинается горе, и дальше все сыплется, понимаете, все, то есть от половых органов, покрытых грибами, до кишечника, который не усваивает, ты ничего не можешь есть, это вот то, куда заигрываются любители попить антибиотики, для очистки кожи, по совету косметолога, ну и прочие другие особо одаренные личности, чем вы можете помочь сегодня, если у вас сильный запах подмышек, или сильный запах ног, или сильный запах, вот прям, прямо сейчас, что можно сделать, для того, чтобы облегчить сильный запах, и при этом не ушатать свою флору дружескую, вы используете перекись, перекись для нанесения, которую я, ну, в Чехии, которую мы используем, и в Чехии, и в Чехии,